Добрый день! Лава, день! Лава, день! Геллоу! День добрый! Я очень рад, что смог сегодня участвовать на этом собрании. Очень рад, что это происходит в Прибалтике. Я часто разъезжаю по многим странам. И всегда радуюсь, что есть такая возможность рассказать о том, что мы делаем и как мы делаем тут, в Прибалтике. У меня всегда есть желание рассказать очень-очень много. Я всегда боюсь, что задержу вас, вы опять останетесь без обеда. Но я постараюсь рассказать о самом главном. Если будут какие-то научные термины, я постараюсь их объяснить человеческим языком. Всю информацию потом о презентациях, я думаю, есть у организаторов, вы сможете это изучать и более подробно. Я постараюсь рассказать о том, как мы это делаем и что новое мы можем предложить. И сначала я хочу вам рассказать, я представляю лабораторию Дэмфо. Это компания, которую создал Вижен специально, чтобы мы создавали то и подготавливали то, с кем вы потом сможете работать. Как мы это делаем? Если кто-нибудь вам скажет, что у него есть супер-производитель, супер-лаборатория, а они делают все отлично на высшем уровне, это невозможно. Потому что ассортимент нашей продукции очень большой, и я вам расскажу, насколько он еще будет увеличен. И сделать все в одном месте невозможно. И было для того создана эта виртуальная лаборатория. Чем она занимается? Первое, она делает мониторинг. Все, что в мире связано с научными открытиями в области здоровья, мы делаем мониторинг. Когда находим то, что нас интересует, где есть какой-то интерес для компании, мы ищем лучших специалистов. Лучших специалистов, лучших лабораторий и заключаем с ними контракты, чтобы они стали нашими резидентами в какую-то область. И этих резидентов уже на сегодняшний день мы имеем очень-очень много. После того, мы создаемся как команда для какого-то проекта, мы ищем лучших производителей. И мы устраиваем производственную цепочку. Почти все новые продукты, которые были произведены компанией, они не производятся у одного производителя. Но конкретно вы увидите продукты. Реально бывает, что один продукт проходит цепочку пяти производителей, не включая производство сырья. Потому что, опять, найти те производители, которые все хорошо делают в одном месте, каждый производитель имеет какую-то специальность. И мы создаем цепочку, создаем ее так, чтобы все взять то, что больше всего нам надо. Конечно, одна из главных задач это контроль качества. Для этого мы сами проверяем все. У нас нет ни поставщиков сырья, ни производителей, которые бы мы не проверяли. Наша цель, не важно, где будет произведен продукт, он будет произведен по тем стандартам, которые нужны нам. И тут вы видите только маленькую часть тех производителей, которые появились в последние годы тех лабораторий, тех производителей, с которыми мы начали сотрудничество. И это количество их постоянно увеличивается. Еще новая тенденция, что начинает делать компания. Компания начинает делать локальное производство. Что это такое? Некоторые продукты, компания работает глобально. Глобально по всему миру. И некоторые продукты мы начинаем производить, какие-то цепочки производства локальные. Мы начали производить некоторые продукты в России. Налаживаем производство в Азии, Вьетнаме. Но, конечно, самое главное, все равно производство остается в Европе. Есть некоторые части, которые производятся в Америке. И тут вы видите продуктовую стратегию компании, продуктовую стратегию компании на ближайшие годы, и тут видно, что БАДы, пищевые добавки, они будут составлять 30% продуктового профиля. У нас появится очень много продуктов, которые будут, все у нас продукты будут связаны с здоровьем, все предназначены для здоровья человека, но тут будет не только БАДы. БАДы, они останутся как главные, одни из главных продуктов, но это количество продуктов будет очень-очень самореширено. И сейчас я попробую рассказать о технических продуктах, которые появятся в этом году, и начну с обновленной программы БАИ. БАИ. У нас уже есть программа БАИ. И про само лечение бактерий, лечение пробиотиков. До сих пор в мире спорят, спорят ученые, у которых есть пессимисты, которые говорят, эти бактерии не выживают, все там умирают, и никакого реального воздействия нет. Но таких пессимистов становится все меньше и меньше, потому что последние открытия показали, что реально в ближайшие годы, никто там не может точно сказать, продукт из пробиотиков заменит очень много фармацевтических лекарств. Тут цифры есть разные, самые там 70-80%, ну никто не может дать такие гарантии. Но ученые уже видят, что, например, такая большая проблема в Африке, умирают 40% детей, до 5 лет умирает. И эта проблема существует уже очень-очень давно, там причины очень разные. И сейчас поняли, что самое хорошее решение этой проблемы, это пробиотики. И ведутся большие вложения, чтобы вот смертность детей уменьшить вот в таких странах, как африканских, и с помощью пробиотиков. Что можно сказать о той программе Биоин, которая у нас уже есть? Это уникальная программа. Это уникальная программа, потому что мы смело можем сказать то, что мы сделали первые в мире. Мы в первом мире создали полноценную программу пробиотиков, которая восстанавливает баланс микробиома. Баланс микробиома это не только микрофлор улучшает, ну так все говорят. Мы восстанавливаем баланс человеческих микробиомов. Это разные вещи и очень важно на это обратить внимание. Дальше. Мы создали персонализированную программу. Мы не лечимся, не предлагаем всем одинаковый продукт. Мы для каждого человека создаем возможность ему использовать то, что ему больше всего надо. Мы боремся не с симптомами, которые мучают человека. Мы боремся с причиной, чтобы это не остановить. Еще одно важное, что программа, это было доказано в клиническом исследовании, программа действует, если так сказать, самую верхнюю цель программы, она действует на омоложение организма на клеточном уровне. Как это происходит? Как я уже говорил, все-таки самая главная цель программы Биаин, это омоложение организма на клеточном уровне. Как этого можно достичь? Это может показаться, ну, красивые слова, как делать, чтобы ваши приятки стали более молодыми. Ставьте лайки. Ставьте лайки. Ставьте лайки. Очень приятно видеть. Так, вернемся. Как сделать так, чтобы ваши клетки, клетки вашего организма стали более молодыми. Чтобы это не было только словами. И тут появляется еще такой термин, как нормализация метаболизма клетки. Что такое метаболизм? Это все химические реакции, которые происходят внутри клетки, чтобы клетка жила. И что сделать, чтобы этот метаболизм, без чего мы не можем сделать, чтобы клетка стала более молодой, он работал нормально. И тут только две условия. Одна. Клетка должна получать такую пищу и столько, сколько ей надо. Надо ее хорошо кормить. И то, что отходы всех химических реакций, которые есть в клетке, надо от нее убирать. Если вот эти две условия сделаем, будем ее кормить и все, что не нужно уносить, будет хороший метаболизм. Будет хороший метаболизм, клетка станет более молодой. Она будет больше жить. А что сделать, чтобы клетка получала столько льды, сколько надо, и все, что плохое, мы убирали? Тут без сбалансированной микрофлоры, которая участвует во всех этих механизмах, этого сделать нельзя. И новое, что появилось, по сравнению со старой программой БЕИ, ученые доказали, что все-таки есть две вещи. Микробиом, это бактерии, которые живут у нас, и пищеварение. Они настолько связаны друг с другом, что их нельзя отделить. Не может быть хорошего пищеварения без плохой микрофлоры. И наоборот, не может быть здоровой микрофлоры без хорошего пищеварения. Их отделить просто друг от друга как бы и нельзя. И когда мы их соединяем вместе, мы получаем, что клеточный метаболизм, уже нельзя сказать, что зависит только от микрофлоры. Он зависит и от пищеварения организма. Пищеварение, которое нельзя отделить от здоровой микрофлоры. И эту таблицу, которая у нас была, и где вверху мы видим, омоложение клетки, мы должны еще дополнить. Чтобы достичь нашей цели, при использовании этой программы, нам нужно не только сбалансирование микробиома, но нам нужна полноценная работа пищеварительного тракта. И для того, в новой программе БИАИН были выбраны две направления. Первое направление – улучшение микрофлоры. Второе – урегулирование пищеварения. И в новой программе БИАИН мы будем иметь шесть продуктов, из которых можно отнести группы для улучшения пищеварения. А три новых продукта будут для улучшения микрофлоры организма. Первые три продукты – это продукты для системы пищеварения. Первый продукт – дегестика. Он был в старой программе. Продукт будет обновлен. И сейчас он станет не только часть программы. Я потом в конце еще расскажу об этом больше. Он будет не только часть программы. Он будет предложен как продукт для пищеварения. И для чего нужен этот продукт, дегестика, и что он может делать с пищеварением? Он нужен для того, чтобы нормализовать работу всего пищеварительного тракта. Те ингредиенты, все натуральные ингредиенты, там нету никаких химических веществ, которые находятся в этом продукте. Они улучшают работу, секрецию и активность ферментов всего пищеварительного тракта. Стимулирует перистальтику. Улучшает работу печени. Состав, я не буду вникать в подробности вот этого продукта. Как продукт появится, вы, конечно, это изучите. Я только хочу обратить внимание, как и во всех продуктах, так и в продукте дегестика, все составные части имеют количество активных ингредиентов. Это очень важно, и на что надо обратить внимание. Когда надо использовать продукт дегестика? Когда слишком слабое пищеварение. Еды слишком много или она плохая? Люди чаще всего говорят, что-то там у меня не варится. И это вот слова, которые говорят, вам нужен этот продукт. Тяжесть в желудке, неприятные ощущения, дискомфорт. Вот это все симптомы, которые показывают, что у вас плохое пищеварение, и нужен этот продукт. Дополнительно, это детоксикация организма, это улучшение работы печени. Особенно этот продукт рекомендуется перед тем, перед пробиотиками. Если вы хотите принимать пробиотики, вы видели, что вам нужны, так дегестика рекомендуется принимать перед этим, потому что он подготавливает ваш организм к приему пробиотиков. И тут я не могу не сравнивать, что предлагает чаще всего традиционная медицина и что предлагает наша компания. Те симптомы, которые я вам говорил, там, что-то неприятное ощущение в животе, чаще всего, что предлагает фармацевтическая промышленность. Они предлагают ферменты. Они предлагают уже готовые ферменты, которые производят ваш организм. И это работает. Это действительно работает. Вы берете таблетку этих ферментов, вы глотаете, и действительно вам становится лучше. Но что происходит в организме? Те органы, железы, которые должны были производить эти ферменты, они вот слишком мало их произвели. И вы вот чувствуете что-то неприятное в животе. Вы проглотили таблетку, организм получил ферментов, пищеварение нормализовалось, все ушло. Но орган, который должен был производить ферменты, он не стал их производить больше. Он, наоборот, стал их производить меньше. Потому что организм, это самый главный процесс в организме, это саморегуляция. Нет ничего лучшее, как организм сам себя регулирует. И если вы ему даете ферменты через рот, зачем ему его производить? Он их начинает производить еще меньше. Что мы получаем? Эту таблетку другой раз уже надо будет принимать не один раз в неделю, а два раза в неделю. И чем дальше, тем больше, тем больше. И этот процесс только ухудшает. Наоборот, наша компания предлагает продукт, который не заменит фермент. Он, наоборот, будет действовать на эти органы, на эти железы, чтобы они лучше начинали работать. И больше выделять этих ферментов. Заставляя их, если они уже перестали работать, их работа не соответствует количеству еды, которую вы съели, их надо стимулировать, а не, наоборот, уменьшать их работу. Это очень важно, понимать сам механизм, чтобы понимать отличия. Второй продукт, кобиотингу. Если посмотреть на нашу еду, ну, все уже знаем, еду можно разбить жиры, белки и углеводы. Ну, там другие еще есть составные части, но самое большое, жиры, белки и углеводы. Может ли наш организм проглотить жиры, усваивать жиры, белки и углеводы? Нет, не может. Это макромолекулы, которые слишком большие, и наш организм, клетки нашего организма, их проглотить не могут. Нужны компоненты, которые их расщепляют. И тут видите, на что расщепляется каждый из компонентов. И только тогда, когда эти компоненты уже расщеплены на микромолеку, организм, организм это и клетки пищеварительного тракта, и бактерии, которые живут в пищеварительном тракте, могут их кушать, могут их принимать. И предназначение к обиотику есть то, что он помогает эти макромолекулы расщеплять на маленькие микромолекулы, которыми уже питается наш организм. Также он и стимулирует и секрецию пищеварительного тракта. Состав опять вы ознакомитесь. Я не буду влезать в каждый продукт, но состав полностью натуральный. И когда он необходим? Когда надо принимать к обиотику как отдельный продукт? Как продукт сам по себе. При употреблении пробиотиков. Он пищу дает, делает пищу для хороших бактерий. Почему это надо? Не всегда важно, сколько миллиардов бактерий вы проглотили, а наша цель, сколько, количество, какое бактерии осталось у вас в пищеварительном тракте, начала там жить и размножаться. Если они там залпом прошли через пищеварительный тракт, ну, на несколько дней будет лучше и все. Дальше. При нетолерантности к пище. Есть много людей, которые не переваривают. Лактозу или другие ингредиенты. Это помогает. Это их не излечит, но помогает переваривать ту пищу. Иногда люди даже не знают, что они там нетолерантны к какой-то пище. Это надо, ну, или человек это знает, и надо проводить много исследований. Но сам по себе чувствует, что что-то съел я, а мне плохо. Так вот, кобиотика помогает переваривать ту пищу, которую люди иногда не переваривают. И самое главное, это воспалительные процессы пищеварительного тракта. Если кобиотика расщепляет макромолекурию на микромолекурию, и это является едой для клеток пищеварительного тракта, это помогает лечить все воспаления пищеварительного тракта. Абсолютный новый продукт, который появится в программе, это Активико. Что такое, чем особен этот продукт? Сейчас очень много говорится о таких вещах, как клетчатка и волокна. Это как бы одно и то же самое. Это составные части некоторых наших продуктов, очень полезные для организма. Только надо опять разделить, что волокна, их бывает двух видов. Нерастворимые и растворимые. Нерастворимые волокна, такие как целлюлеза, хитин, они тоже есть в пище, но реально они абсолютно не усваиваются ни человеком, ни бактериями даже, которые живут очень мало. И реальные бактерии не усваиваются, которые живут в нашем организме. Они проходят, быстро проходят через пищеварительный тракт, но делают свое хорошее дело. Потому что организм ее... Это образец, как проглотили... Ребенок монетку проглотил. Что делает пищеварительный тракт? Переварить не могу, съесть не могу, давай ее удалять. И что надо делать, чтобы ее удалять? Он начинает быстрее работать. Он начинает быстрее моторика, перистальтика, это движение кишечника, из всего пищеварительного тракт, они только быстрее начинают работать, потому что сам организм понимает, что есть там у меня что-то внутри, что мне не надо, и надо быстрее ее это удалять. Это иногда очень-очень полезно. Организм сам себя чистит. Растворимые волокна. Это так и называемые древиотики. Это те волокна, которые растворяются. Организм их не усваивает. Мы их не пытаемся волокнами. Но бактерии, которые у нас живут, имеют ферменты, которые эти растворимые волокна расширяют на микромолекулы, и это еда для бактерий. Так вот почему эти волокна нам очень нужны? Они ускоряют пищеварение, они кормят бактерии, но это еще не все. Есть еще много других полезных вещей, что они делают. И наш продукт активиков будет особенный тем, что волокна у нее будут составлять больше, чем 60% состава. Если так разделить весь продукт, так больше, чем 60% будет волокна. Растворимые от волокна имеют еще такую особенность. Они затягивают воду в себе. И может затягивают больше, чем 40 раз. Значит, если возьмем 1 грамм растворимых волокна, так они затянут 40 миллилитров воды. Что это значит? Что они затягивают воду в наш кишечник, без организма. И значит, внутренность кишечника становится похожей на желе. Оно сперва разбухает. Если оно разбухает, что происходит? Мы чувствуем, что поели, уменьшается наш аппетит. Это первое хорошее, что делает этот продукт. Второе. Если наш желудок полный, начинает работать моторик. Пищеварительный трактор и широкон, мы там желудок полный. Воды много, потому что волокна затянули воду в кишечник. И все это желе быстрее уносится с организма. Быстрее происходит дефекация, быстрее происходит очищение организма. Никакой химии, никаких там дополнительных воздействий на центральную нервную систему. Просто много воды, раздуваются волокна, и организм сам быстрее ощущает свой кишечник. Когда его можно использовать? Ну, конечно, заборы, ожирение. При всех детках. Можно использовать беременным женщинам. Можно использовать детям. Единственное, что при использовании продукта всегда надо не забывать, надо пить достаточное количество воды. Потому что продукт будет такой, что он будет стягивать воду с организма, но так значит не можем оставлять организм без воды. Помогает иммунитету, помогает при лечении диабета, потому что помогает уносить сахар, через уменьшать усвоенность сахара из пищеварительного тракта. Профилактика сердечных сосудистых заболеваний, все интоксикации. Следующие три продукты, которые я говорил, это продукты для улучшения микрофлоры, которые будут у нас. Там, конечно, будут симбиотики. Ну, что такое симбиотики, я оставил слайд, чтобы уже все знали. Пробиотик – это бактерия, пребиотик – это еда для бактерий. Если им даем их вместе, получается снеги. Получается 1 плюс 1 – это 2,5. И это называется симбиотики. Так, мы используем только симбиотики. Все, что было, у нас будет три продукта, и все, что было хорошее в программе Биаин, все останется. Пятое поколение пробиотиков. Не буду рассказывать, что такое, но это самое последнее поколение пробиотиков, которые обеспечивают ту цифру, которую мы можем декларировать. 90% бактерий, которые вы проглотили, останутся живыми в вашем пищеварительном тракте. Это очень большое количество. Почему? Потому что те механизмы защиты бактерий, каждой бактерии, двойные, тройные механизмы, делают так, что наша кислота желудка их не убьет. Не только кислота желудка, но и другие пищеварительные ферменты. 90% бактерий, которые мы проглотили, остаются живыми. У нас будет 14 штаммов, как и было раньше, только три штамма будут заменены. Уникальная упаковка, тоже не буду рассказывать, упаковка останется в САШЕ, не в капсулах, не в таблетках. Это самая передовая форма упаковки, это САШЕ. Контроль качества всех технологий и клинические исследования. Мы поставили еще новую цель. При изменении, почему немножко мы изменили штаммы. Это было сделано для того, чтобы, раньше мы говорили, 90% бактерий выживают. Это очень хорошая цифра. Теперь мы говорим, те, которые уже выжили, 90% они должны у нас остаться. Чтобы вот проглотили миллиард, 90% осталось, и они должны у нас жить. Они должны у нас размножаться. И 100% тех, которые остались живыми, они должны у нас остаться. Как этого достичь? И что мы сделаем? Конечно, появились три новые бактерии, о каждой из них можно рассказывать очень-очень много. Лактобацилус ромнозу из GG, например, имеет самое большое количество клинических исследований, которые доказывают действие этой бактерии. Бифидум бактериям имфантис это первая бактерия, которая появляется у новорожденная, и которая помогает переваривать лактозу, молоко для людей, которые... Вот он говорит, почему только вот дети переваривают молоко, а взрослые уже появляется нетолерантность. Просто эта бактерия у них исчезает. Так о каждой бактерии не буду рассказывать, что мы еще изменили. Изменили, что в продукте не осталось никаких подсластителей, никаких вкусовых добавок. Только бактерии, пробиотики и пребиотики. Никаких красителей. Если один из продуктов, когда вы его попробуете, вы скажете, о, что-то красное. Посмотрите еще на состав, увидев, что в составе есть клюква. Экстракт клюквы, который дает эти красные пятны и дает какой-то вкус. Но никаких добавочных элементов в продукте нет. Состав был изменен, чтобы получить еще больше синергии, чтобы бактерии еще лучше действовали между собой. И еще больше это увеличилось выживаемость бактерий. И количество пробиотиков, пищи бактерий, в каждой саше увеличено на 50%. Значит, мы имеем лучшие бактерии и сразу при приеме продукта им даем на 50% больше еды. Три продукта, которые у нас будет. Первый продукт, это симбиотик с нутришем геем. Для чего предназначен продукт? Если возьмем его один как продукт, продукт предназначен для решения всех проблем пищеварительного тракта, которые могут решать пробиотики. Всех проблем. И если там о других пищеварительных продуктах мы говорили, один при запорах, других при диарее, так тут можно сказать, любая проблема с пищеварительным трактом может быть решена с помощью этого продукта. Когда надо принимать продукты? Там в этом продукте будет 10 миллиардов бактерий, даже 11 разных штаммов. Все кремновые штаммы будут входить в этот продукт. И принимается продукт, как я говорил, и при запоре, при диарее, при метеоризме, при приеме антибиотиков, как бы, обязателен этот продукт при употреблении нездоровой пищи. Другой продукт, симбиотик иммунный, он тоже действует на пищеварительный тракт. Как и все продукты с бактериями, он помогает нашему пищеварению. Но я уже рассказывал раньше, насколько иммунитет наш зависит от пищеварения. 80% иммунных клеток, которые живут в нашем организме, они находятся в пищеварительном тракте. И этот продукт предназначен не только для улучшения пищеварения, но и для всей системы, иммунной системы. Почему говорю для всей? Потому что иммунная система это не только иммунитет, это наши аллергии. Потому что аллергия это плохо работающая иммунная система. Так значит, продукты можно рекомендовать сперва для иммунной системы, для людей, у которых есть аллергические реакции. Сухая кожа, акне, это тоже проблемы, связанные с иммунитетом, связанные с аллергическими реакциями, аутоиммунное заболевание. Следующий продукт симбиотик для женщин, симбиотик с вумен. Опять, можно ли его употреблять мужчинам? Да, можно. Ну, предлагается женщина. Он тоже действует на пищеварительный трах. Как и все пробиотики, помогают пищеварению. Но дополнительно, те бактерии, которые находятся в этом продукте, имеют клинические исследования, что они действуют на мочевые и половые пути женщин. Мочевые и половые пути женщины отличаются от мужчин и потом этот продукт предлагается в первую очередь только для женщин. И там имеется своя микрофлора, там имеются свои бактерии и этот продукт предназначен для тех, у которых часто бывают проблемы, связанные с этими путями или для профилактики. Употребление продуктов. каждый продукт будет продаваться отдельно. И каждый продукт будет иметь свои индикации, для чего он предназначен. Если человек этого хочет, и он может купить только один продукт. Но будет предложено три программы. Три вида программ. Первая программа самая короткая, 14 дней. Потому что употребление в комплексе всех продуктов всегда даст наилучший результат. И первая программа на 14 дней, самая короткая, предназначена для того, когда вам нужно решить проблему быстро. Вы уже заболели. Вы уже имеете проблемы. Вы поехали в путешествие и у вас диарея. Вы не можете подготавливать организм. Вам решение надо как можно быстрее. Для того будет предназначена эта программа. В программу будут входить продукты для улучшения пищеварения. Потом. программа будут входить продукты для улучшения пищеварения. Все три продукты. Диагестико, гобиотико, активико. А симбиотик вы подбираете какого вам надо. Быстрое решение для женщин. Это один симбиотик. Быстрое решение только пищеварительных проблем. Это другой симбиотик. Тот, который вам нужен. Следующая программа. Средний 28 дней. Она тоже как и предназначена решать проблемы, которые уже есть, но 28 дней это немаленький период и ее уже можно использовать как профилактическую, как общеукрепляющую, потому что и действие этого программы останется на более длинный период. Его можно уже использовать после курса антибиотиков, при восстановлении после болезни, при эпидемии. Ну, все знаем, приходит зима, точно знаем, будет эпидемия гриппа. И вот программа с симбиотиком для иммунитета как раз и должна была бы использоваться до эпидемии, чтобы мы не болели. Программа опять будут ходить все продукты для пищеварения, а симбиотики вы будете подбирать те, которые вам нужны. Последняя программа, самая длинная программа, которая будет предлагаться это 70 дней. И программа уже предназначена как старый ВЕИ. у нас есть время, у нас есть желание и есть понимание, чтобы организм нормально работает, нам надо его очистить изнутри. И мы тогда уже видим цель, не то, что нас помоз мучатся и нужно решение сейчас, мы видим цель омоложения клеток организма. И вот когда человек видит эту цель, ему нужна эта программа. Потому что только эта программа может сказать, что мы изменили микрофлору, что мы обновили микробиом человека. очень часто при использовании первой программы были такие жалобы. Начинаем использовать и через которое время не стало не лучше, а хуже. Программа три месяца там было 120 дней становится что-то даже не улучшается состояние. Мы привыкли, что таблетку проглотил и завтра иду на работу. А тут начну и принимать программу, а состояние не стало лучше. И тут надо обратить внимание, что когда человек принимает такую программу и он видит цель изменения микробиома человека, а изменять его надо 90% людям, потому что 90% людей не живут абсолютно здоровым образом жизни, и этот микробием он нарушит. Но наш организм это уже уникальная машина, которая приспосабливается. Организм имеет механизмы саморегуляции, которые приспособились к всему, что мы делаем плохого. пробиотиками. теперь действительно очень такой пример, что реально психология очень начинает работать с пробиотиками, потому что поняли, что психические болезни нельзя вылечить без применения нормального пробиотика. Настолько весь организм смажен между собой. И мы понимаем, что мы хотим кушать нездоровую еду. Она нам вкусная, а вот здоровая чаще всего невкусная. Хотя тут понимаем наоборот. Мы ее хотим кушать потому, что бактерии, которые живут у нас, любят эту еду. И через химические реакции заставляют наш центральный мировой систем думать, что мы хотим то, что хотят реально наши бактерии. И возвращаясь к применению этой длинной программы. Что сказать человеку, как он говорит, применяя длинную программу, состояние не улучшивается. Наоборот, даже у человека иногда появляются те симптомы, о которых он не знал. Это только показывает, что ваш организм скрывал те болезни, которые у вас есть. Скрывал это не то, что вылечил. Он скрывал, но болезнь есть. Она прогрессирует. И если вы ее не измените, не остановите, это будет плохой результат. Надо все-таки через это пройти, использовать всю программу. Иногда надо использовать даже несколько программ для получения полного эффекта. потому что опять мы говорим не о каких-то маленьких индивидуальных симптомах, мы говорим о изменении всей микрофлоры. Хватит мучить вас про пробиотики. Вот самый главный слайд. Начало продажа в Европе. Когда мы это будем уже продавать. Это начало продажа в Европе. Продолжение следует...